Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадио канал Страна ФМ, 14 часов 3,5 минуты в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, ну ладно, это мы, друзья, мы очень рады представить вам, наконец-то, нашу гостью. У нас Юля Волкова. Привет, дорогие друзья. Привет, Юлечка. Лопаем, аплодируем, видишь, огоньки же от радости аж побежали в нашу студию. У вас так красиво вообще, так все необычно, и камера, и радио, и все видите и слышите вообще, вы все могущие прям. Юлечка, скачивай приложение еще, мы еще и в мобильных приложениях. Да, вообще крупняк. Юль, спасибо тебе за то, что на тебе потрясающая такая оранжевая кофта, как раз цвет видишь всей нашей этой истории. Это судьба, это судьба. Юль, ну давай сразу расскажем всем, что, конечно, ты пришла к нам о том, чтобы мы пообщались, узнали твои новости, планы, но самую главную информацию, которую мы должны донести до всех, кто сейчас нас слушает и смотрит, это то, что уже скоро, послезавтра, 14 июля, состоится в Москве сольный концерт в Корстен Мьюзик Холл. Юль, ну и, конечно, слово тебе. Что ждать, кому приходить, возрастные ограничения? Нет, приходите, конечно же, всех будут рады видеть. На самом деле, год уже не было выступлений в Москве, и, собственно, это выступление посвященное моим поклонникам. Я стараюсь как-то раз в год делать такое, чтобы все мои фанаты с разных городов, Петербург, Рязань, Тверь, Нижний Новгород, с ближайших вот городов, все съезжались, и вот для них я делаю всяческие сюрпризы. Сюда, вот, собственно, год назад у меня был последний концерт, а в этом году, конечно же, будут сюрпризы. Я представлю свои новые песни, свои новые треки на концерте. Сегодня мы разыграем билетики. Привет, все верно. Вот, поэтому, дорогие, приходите все, дети, взрослые, бабушки, дедушки, всех-всех буду рада видеть 14 июля в Корстене. Начало в 10 вечера. В 10 вечера, отлично, между прочим, даже никакие пробки, ничто. Тем более пятница, уже можно выдохнуть от всего и просто отдохнуть. Провести время, на самом деле. Юля, а после концерта или во время ты как-то общаешься с поклонниками? Будет ли возможность у людей взять автограф, сфоткаться с тобой, селфи выложить? Конечно, я всегда после концерта, я это делаю, всегда уделяю время и фотографии, и автографы, и пообщаюсь, отвечу на все вопросы в любом случае. Я очень люблю делать и фан-встречи, где я со всеми вижусь и рассказываю о своих новостях. Ну и кроме всего прочего, ты еще снимаешь, что происходит в зрительном зале, так что у всех поклонников есть возможность оказаться на твоих страничках в соцсетях. Конечно, в этот раз тоже буду, кстати, снимать, так что готовьтесь. Наряжайтесь как следует, в общем, да. Слушайте, ну, по поводу билетов-то давайте-ка зададим сразу задачку, чтобы зрители, слушатели страны ФМ разыграли билеты. Рома подготовил вопрос, он изучал твою биографию, да, и биографы, да. Дорогие друзья, если вы хотите получить два билета на концерт Юлии Волковой, все очень просто. Присылайте на номер 89099281899 с помощью WhatsApp, Viber, с помощью SMS-ки ответ на вопрос, как Юля зовет свою мамочку Ларису. Вот три варианта ответа я дам. Мама, мамочка, мамзель. Тот, кто угадает, тот получает два билета на концерт Юлии. В твоем вопросе только что не прозвучал, ответ правильный, нет? Я три варианта дал, понимаешь? Ну, я уже не могу. Конечно, мама, мамочка, мамзель, присылайте. Тот, кто угадает, получает два билета. Удачи, да, пусть получит действительно билеты. Тот, кто очень, больше всех хочет оказаться на концерте. Юль, ну, в связи с тем, что ты достаточно редко в Москве выступаешь, ну, вот раз в год, ну, спасибо, и за это хотя бы раз в год. Скажи, пожалуйста, ты вот наблюдаешь какие-то изменения в компании твоих поклонников в фан-клубе? Растет он, может быть, и появляются какие-то новые люди? Или уже родили детишек и приходят с подрастающими? И такое, кстати, тоже бывает. На самом деле, те поклонники, которые были изначально со мной в группе, они остались. И прибавляются новые. Да, прибавляются вместе с ними малыши, уже с ними сидят. Это так интересно, уже кто-то там вышел замуж, кто-то женился, у всех уже семьи. Ну, и, конечно же, новые, уже такое более подрастающее, скажем так, поколение, которые уже как к сольному артисту относятся, уже много новых. Юль, ведь не за горами же уже и такие подходы к тебе со словами. Здравствуйте, я выросла на ваших песнях. Конечно. А я, кстати, я тоже на них росла. Ну, это так, конечно. Потому что я сама еще была ребенком 15 лет, конечно, еще школьный возраст, поэтому, собственно, мы вместе были в одной, скажем так, банде. И вместе на них росли. Ну, слушай, а что касается банды, ты сама в соцсетях отвечаешь, например, ВКонтакте? Нет, я официально только в Инстаграм. В Инстаграм. Да, и то я как-то, ну, я понимаю, что это нужно, что это рабочие моменты, но я на самом деле человек, который вот от соцсетей очень далека. Я как-то больше за живое общение. И я замечаю о том, что в последнее время люди вот прям стали какие-то компьютерные и телефонные. Все там, все как-то потерялось. Вот это вот, как это было раньше, когда мы по телефону созвонились, там, по пейджу договорились, все приезжали, все общались, ходили в кафе, гуляли. Сейчас этого меньше, поэтому все-таки я как-то вот стараюсь минимально. Я не люблю все вот эти вот вещи. Ты не погружаешься, да? Хотя я понимаю, что это рабочие моменты, что сейчас это работает. Именно вот чем больше у тебя там лиц и всего остального, тем больше у тебя внимания. Ну, как-то я вот настолько от этого далека. Была бы моя воля, ребят, я бы вообще, наверное, не вела никакие соцсети. Ну, профессии обязывают. То есть такие вот издержки. Ребята, еще такая история очень важная, мы не сказали с самого начала, но сейчас должна. У нас будет сегодня еще премьера. Дело в том, что мы обязательно с вами послушаем новую абсолютно работу Юлечки Волковой. И, кстати, ну, обязательно, конечно, расспросим ее. Ну, давай сразу, может, тогда несколько слов закинем удочку. Песню твою будем слушать новую. Как она называется? Скажите нам, пожалуйста. Я забыла. Просто забыть. Просто забыть. Класс. Это специальное название, Саша. А я сижу там, да. Как вы и живете. Заятель или не заятель. Просто забыть. Да, это новая работа. Сделали ребята. Лавина Рекордс. Давид Матуа написал музыку. Вот. Да. Вот. Прекрасные вообще ребята, прекрасная банда. Получилась очень клевая музыка. Но на самом деле, что касается видеоролика, мы снимали, как модно сейчас, люрик-видео. Для интернет-порталов, как снимают многие западные артисты. Но никак не думали, что это возьмут на каналы. А люди посмотрели, как бы программные директора посмотрели. Всем очень понравилось. И, собственно, клип этот... Потому что ты там роскошная. Хотя там нет никакой специальной истории, как бы обычно привыкли к нашим клипам, что это такое мини-кино, скажем так. А здесь это совершенно обычная картинка, но она красивая. Просто там акценты на текст и на лицо, на образ, скажем так. И вот многие каналы взяли и крутят это сейчас. Это очень приятные отзывы, очень хорошие. И на самом деле экспериментабельное такое в моей жизни получилось. Потому что стиль-то достаточно такой модный вот этот дип-хаус. То, что сейчас модно, я все-таки больше в поп-рок. Я привыкла более такое стойко-микрофон и все это такое. А здесь какой-то такой стиль больше клубной, такой модной музыки. Но очень даже отзывы прям хорошие. Поклонникам очень понравилось. И многие даже пишут, продолжай в этом стиле. Ты, кстати, и сама тоже писала, что тебе очень самой нравится то, что получилось. Да, да, да. Я сама довольна. Потому что так неожиданно я в чем-то сомневалась. Ну, как обычно артист привык вот к этому. Так, ладно, сейчас попробую вот это записать, вот это потом выберу, потом вот это, потом вот так. И оно такое смятение было, но все-таки надо. Любишь экспериментировать вообще? Люблю экспериментировать. А особенно смешность. Это да, это вы знаете. Это мы знаем, это мы оценим. Побриться на лосы, покраситься в белый цвет, потом нарастить. Подожди-ка, то есть... Челочка вот сейчас, которая, кстати, тоже очень идет, правда. Я всегда меняюсь. Я меняюсь каждые полгода. У меня прям, как мама моя говорит, у тебя обновление клеток видно происходит. А может быть сезонно, весна-осень, вот это вот обострение. Мне хочется вообще кардинально встать. Или коры, или длинные, или белые. Так и за горями осень. Ну, значит, скоро, значит, ты только уже сделала. Короткая прическа. Нет, короткая больше не хочу. Все хватит. Конечно, очень хорошо. Вы так очень жестко на меня. Спасибо. Друзья, мы обязательно вернемся в студию. Юля Волкова у нас сегодня в гостях. Мы этому очень рады. Помните, что у вас есть возможность два билета заполучить. Я надеюсь, что уже его отправляете. Кстати, да, боже, там такое количество сообщений. Может быть, сейчас скоро уже определим победителя. Может быть, кто-то уже отгадал. Давайте посмотрим. Да, но сейчас у нас будет история под названием «Последняя весна». Мы прервемся совсем ненадолго и уступим место в эфире Тимоти и Филиппу Киркорову. Говорит и показывает телерадиоканал «Страна.ФМ», а также Инстаграм Юлии Волковой. Все это сейчас здесь, в эфире. Смотрите, заходите, комментируйте. Это что-то невероятное. Юль включила прямой эфир сейчас. Заходите, кстати, если удобно, вам туда, в Инстаграм к Юле. И смотрят весь мир. Мы уже просто... Сколько стран мы перечислили? Мы потратим очень много времени, что будем перечислять на все страны. Все люди подписались к нам и смотрят вообще нас изо всех городов и стран. Италия, Калуга, Будапешт. Вообще! Австралия, Испания, Италия. Вообще, ребята, так приятно. Индонезия, как говорила, да, вообще. Сейчас Тайбаня видится. Камчатка, полуроссия смотрят, как минимум. Вообще. Юль, ну это видно, что ты столько сил получаешь от этой любви колоссальной, которая тебе поступает даже через Инстаграм. Ну, прилетят люди, нет, как ты думаешь, других стран на концерт? Не знаю, вы прилетите, люди, ко мне на концерт? Вот тут интересуются. 14 июля в Курстане концерты Юлии Волковой, поэтому прилетайте. Время еще есть, я думаю, даже из самых дальних стран можно будет долететь. Ну так, у нас есть уже победительница. Есть у нас победительница. Мобильная у нее заканчивается на 70-22. Правильный ответ какой? Мамзель. Мамзель. Именно так Юля Волкова называет свою маму. Юль, ну и два слова тогда расскажи. Как же так повелось? Очень красиво и необычно, невероятно. Не знаю, как-то так оно иногда бывает. Мама вот звонит мне по телефону, я могу по отчеству. Лариса Викторовна, слушаю вас. Вот как-то так у нас, да, вся шутка. Но мама, мамуля, это понятно. Ну как-то, не знаю, мамзель. Вот как-то она так пошла. Мамзель, мамзель. Очень хорошо. Но у тебя-то твои детки так еще не называют, не переняли у тебя? По-разному, мамуля, мамусик, как-то вот по-разному. Но очень ласково все-таки, конечно, звучит. Скажи, пожалуйста, что касается музыки? Дети говорят уже все, пойдем за мамой. Или вообще не пойдем? Да нет, такого вот, наверное, Вика, она пробовала заниматься вокалом. А сейчас танцы. Да, сейчас у нее прям танцы петь она уже не хочет. У нее сейчас такое, у нее все меняется. Сначала у нас был большой теннис. Потом я ее отдала в Непосед. Она походила, сказала, нет, я все-таки хочу больше индивидуальные занятия. Ей не нравится группа. Ей нравится, когда вот она тет-тет-тет. Сама она начала ходить на вокал. Индивидуально начала заниматься. У нее были какие-то конкурсы. Потом сейчас вот все, у нее теперь танцы. Она будет теперь танцевать. Ну, в общем-то, понятно, что творчество. Я ее не дергаю. Пусть она в разных себя направлениях пробует и развивает. Ты еще про йогу не сказала. Аэро-йога. Аэро-йога. Да, это тоже ее вот на вот этих вот простынях, как я говорю. Они там летают, но для девочки это, во-первых, хорошо, для осанки, для всего. И как-то я не препятствую развитию. А сын занимается брейк-дансом, кстати, тоже нато выбрал. Да, и ходит на кунг-фу. Ой, ну чудо. И по-прежнему держит в секрете, наверное, то, чем он хочет заниматься в жизни. Не говорит ничего. Пока вот у него нет такого, кем он хочет стать. Пока у них такого, им все нравится, они как-то вот один день им нравится одно, хочу вот это. Ну, пусть пока ищут. Учат языки, пусть развиваются. Получают образование, это самое главное для детей. Ну, ты-то уже в этом возрасте точно знала, что ты хочешь стать артисткой известной. Я знала музыку уже с пяти лет. И в девять, по-моему, точно определила для себя, что ты хочешь стать известной артисткой. И другого пути абсолютно для себя никакого не видела. И ни разу с тех пор не сомневалась. Нет. Желание вот этого-то, она всегда всегда. Да, всегда, музыкальная школа была, и непоседы были. Мне даже было некогда, у меня не было времени больше ни на что другого. То есть общеобразовательная школа, музыкальная школа, непоседы. У меня оставалось больше мозгов, головы, сил, желаний куда-то вот еще в другое место. Я вот уставала от того, что было, от той нагрузки. В общем, занимать ребенка надо, да? Чтобы не было свободного времени. Направлять, давать возможность как-то экспериментировать, пробовать в разных направлениях. Может быть, сейчас музыка, потом это будет спорт. Может быть, я не настаиваю ни в коем случае, не заставляю. Я считаю, что все-таки это должно быть изнутри желание. Юля, они могут тебе сказать вот искреннее мнение, нравится ли им, не нравится твоя новая песня? Ну, такого еще не было, такого еще не было. Наверное, да, наверное, все нравится. Они всегда меня поддерживают на какие-то выступления, я их беру даже с собой. 14-го они будут в Корстане? Нет, они у меня сейчас на море отдыхают. Ах, ну, что? Ну, вот сейчас мы были, кстати, в Турции, у меня было выступление там в Турции, и они были со мной на концерте. Им очень нравится, они на какие-то съемки со мной ездят, на какие-то такие интересные мероприятия, я их беру. Где-то даже летают со мной. Ну, это значит точно, либо они для себя выберут, как образ жизни Шоу Биннес, либо раз и навсегда поймут, что это не наше. Может быть, но поддерживают меня во всем всегда, всегда рядышком. Это тоже такое силище. Конечно. Одно дело целый мир поклонников, другое дело детки. Дети, глаза горят, конечно, это совсем другое. Юль, давай про твой альбом немножко поговорим. Ты вот говорила, что уже к осени, да, может быть, он должен выйти. Я стараюсь, чтобы это все-таки было к осени, да. Я работаю над альбомом, я пишу очень много песен. Ты пишешь как композитор? Нет, я не пишу. Как композитор, как автор, не знаю, наверное, это должно вот быть. Это должно вот быть в себе, вот это ввение какое-то, вот что-то вот сесть и написать. У меня настолько много всего в жизни происходит, много забот, много хлопочков. Некогда сконцентрироваться, да? Да, вот это должно быть какое-то вот такое, где ты вот... Даже я представляю, что, наверное, человек один должен сидеть в студии, один где-то быть на море, один где-то вот как-то вот уйти немножко. Самое погружение, да. Вот так, у меня этого не получается, потому что у меня очень большая семья, очень много всего, я все время в какой-то беготне, суете, перелетах, поэтому у меня есть замечательные авторы-композиторы, абсолютно разные, я абсолютно с разными людьми сотрудничаю. Вот, и сейчас я в процессе, да, я очень много записываю песен, экспериментирую, кстати, со стилями, выбираю, и так, и так, мне кидает постоянно. Это, конечно, не очень хорошо, потому что мне нравятся и медленные рок, и поп, и дип-хаусы. Мне насытно, наверное. Да, я, в общем, сейчас собираю, скажем так, собираю песни, собираю треки, и планирую, вот, да, или это будет осень, конец этого года, или это будет начало следующего года, весна 2018. Ну, пора уже, Юльчка, пора. Пора уже, я сама понимаю, что уже столько лет прошло, надо уже что-то сольное, как говорится, дать. Скажи, концептуально это будет какой? Все-таки такой рок-поп или что-то еще? Как ты сама, сама характеризуешь? Или фьюжен такой, сплав всего? Я думаю, что он будет больше, вот, наверное, в том направлении, в котором я сейчас сделала последний трек, больше, наверное, танцевальное, такое модное, вот, наверное, такое, да. Скажи, пожалуйста, артисты иногда вот от электронной такой музыки, да, танцевальной, иногда отходят и делают что-нибудь такое живаго, понимаешь? Симфоническим оркестром. Ну, не симфоническим оркестром, но, может быть, что-то такое, знаешь, живыми инструментами. Я, если честно, вообще, очень люблю живых музыкантов. И так случилось в моей жизни, что, когда мы работали в Тату, у нас всегда был бэнд, с которым мы выступали. Собственно, сейчас, 14 июля, я тоже буду работать на сцене живыми музыкантами. Я люблю это состояние такого рока на сцене, когда ты не зависишь от танцев, от постановок, когда ты можешь делать все, что ты хочешь. И, в принципе, программа, которую я сейчас исполняю, она наполовину смешана с репертуаром Тату. Все-таки люди просят исполнять эти песни, а они все-таки не дипхаус. Там больше такой поп-рок, поэтому я даже стараюсь вот эти песни, которые новые в дипхаусе, их сделать более роковыми, с барабанами, с гитарами, потому что они звучат по-иному. Все-таки, наверное, это мне ближе. Ну, отлично, допустим, на концерте будут именно в таком встрече. Это здорово, что это будет такое отличие, прям очень-очень явное. Да. Юль, ты как-то рассказывала в интервью, что вот среди огромного количества поклонников, которые к тебе приезжают со всей России и из стран других, есть даже люди, которые с ограниченными возможностями. Ты рассказывала очень про девочку, которая даже ходить не может и приезжать к тебе на концерты. И вот скажи, пожалуйста, это еще продолжается история? Это продолжается. У меня есть поклонница, она из Рязани. Вот она очень часто, я думаю, что 14-го часа она будет. Она приезжает на все концерты, едет на маршрутках, на поездах, сюда в Москву, на инвалидном кресле. Да, она собирает все фотографии, она прям вот поклонница, поклонница. Это очень приятно, потому что вот такие люди дают стимул нам всем, что несмотря ни на какие ситуации, события в жизни, неважно, что кто-то без рук, кто-то без ног, кто-то у кого-то свои болезни. У каждого, мне кажется, человека, у нас есть какие-то свои вот в организме сбои. Но это наоборот, вот когда ты смотришь на таких людей, это дает вот стимул тебе жить дальше, потому что мы все хотим жить, мы все радуемся всем событиям, мы все хотим улыбаться, мы все хотим, чтобы было завтра. И это вот сподвигает всех, когда вот какие-то ищешь проблемы в мелочах, посмотреть на этих людей и понять о том, что, ребята, вот люди, у которых даже в этом состоянии и их здоровье нету проблем, они встали и приехали. Юлечка, ну они же это делают, знаешь, еще и почему? Потому что ты им тоже даешь очень много силы, энергии, и тоже говоришь о том, что все хорошо. Это обмен, это обмен, да, это об я им, а не мне, да. Какой ты молодец. Мы сейчас, да. Мы вернемся ненадолго, скоро вернемся в студию, у нас Юлия Волкова сегодня в гостях. Дорогие друзья, чтобы день взятия Бастилии не прошел впустую, штурмуйте. Корстон, все приходим на концерт Юлии Волковой 14 июля. Все. В 10 часов, друзья, успеете, даже не вздумайте, пожалуйста, рассказывать, что пробки или там что-то еще успеваете в 10 часов 100%. Юль, мы вот сейчас прямо буквально через 2 минуты уже готовы будем всем продемонстрировать, мало ли, вдруг кто-то еще не видел твою новую песню послушать. Возможность будет сейчас посмотреть этот самый лирик-видео, просто забыть. Ну и скажи, пожалуйста, следующая работа, она уже вот прям не за горами? Она прям уже не за горами, мы даже пишем сценарии клипов. Так на этот раз будет все-таки сценарий? Все-таки это будет сценарий, да, это уже будет такой полноценный клип и планируем его к осени. Авторы идеи ты или кто-то еще? Пока ничего не говорим. Это такой вот интересный тандем, на самом деле, интересный. Это сентябрь-октябрь, вот так, в осень уже мы презентуем все это. Ну это про любовь, да? Мы сейчас готовимся. Ну такое, все вместе. Понятно. И это на этот раз будет уже такой маленький мини-фильм, да? Мини-фильм, да. Я люблю все-таки клипы, в которых есть история. Я, конечно, поклонница Майкла Джексона, всегда была всю жизнь, и все его работы, все то, что он делал, для меня это прям вот показательно. Такие мини-кино навсегда, на всю жизнь. Ну это еще, конечно, твое актерское и прошлое, и настоящее, потому что, понятно, с самого детства тоже были съемки, и уже во взрослой осознанной жизни тоже. И Ралаш, конечно же, тоже, да. Да, да, да. Так что это все засело очень глубоко, судя по всему, в тебе. Юль, просто забыть. Ну что, давайте запустим. Друзья, внимание, внимание, все громче. Юль Волкова, поздравляем с премьерой, потрясающей песней. Спасибо большое. И, кстати говоря, несмотря на то, что называется лирик видео, то, что мы сейчас видели, знаешь, многие клипы такие снимают, Юль. Вот. Очень красиво получился свет, правда, очень красиво получилась картинка, и вот мы сами не ожидали, что все так будет. В общем, вполне себе очень красиво, приятная история, и мы тебя поздравляем. Спасибо. От всей души. Спасибо большое. И ждем пластинку. Спасибо, я сама жду. Скоро будет. Обещаю, что приду к вам, здесь споем, презентуем. Скажи, пожалуйста, а ты будешь электронный носитель, наверное, будет CD-диск, да, а винил, вот как ты к этому относишься? А вот хорошо, тоже к этому отношусь. Может быть, сделаем такой ряд эксклюзива, такую отдельную линейку, скажем так. Очень хорошо к этому отношусь. Мы, кстати, когда я была в Тату, мы делали винил. Вот, понимаешь? Делали, 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 да, это такое, на века. Конечно, для ценителей. Аудиофилы скажут, конечно. Можно, кстати, даже разыграть это можно. Вот тебе идея хорошая, да. Только какие-нибудь сложные вопросы надо задать. Ну, слушай, вопросы не проблема, мы придумаем, да. И разыграем здесь у нас. Да, просто не совсем не проблема, это точно. 14 июля, друзья, помните, пожалуйста, в Корстон Мьюзик Холл сольный концерт Юлии Волковой. Юля, название есть у концерта? Нет, просто мой сольный концерт. Приходите, дорогие все, 14 июля. Уже скоро, послезавтра. Да, будешь ли ты снимать видео? Вот это, кстати, все спрашивают. Ну, нет, такого специального я не делала. Мы снимали, кстати, вот год назад то, что было в Мумитрольбаре. Мы прям делали такую красивую. Ну, кстати, можно попробовать. У нас есть наши ребята, кто с нами постоянно сотрудничает. Можно, кстати, потом сделать такую красивую. смонтировать. Может быть, как вариант. Если клипов не будет, какие-то песни, понимаешь, можно использовать, например... А многие так с концерта, кстати, делают. Например, нам принести, понимаешь? Да, вообще прекрасно. Юля, скажи, пожалуйста, ну как у тебя сегодня дела со связками, с горлышком обстоят? То есть ты на концертах поешь живьем. Да, я пою живьем. И 14-го тебе предстоит это работать, большой концерт. Да, все намного лучше, чем было. Слава богу, что все восстанавливается. Все, я сейчас не жалуюсь ни на что. Но ты продолжаешь в США последоваться, то есть периодически. Я делала несколько лет назад в последний раз операцию на голосовые связки. Пока больше ничего не делала. Но вообще, на самом деле, это нужно периодически мне будет в моем случае делать. Хотя, с другой стороны, если нет никаких жалоб, то, наверное, не надо. Да, я уже привыкла к этому голосу. Поначалу, конечно, было тяжело перестроить себя и свои возможности. Но сейчас я привыкла, и меня даже многие узнают по голосу. Не по внешности, а ой, магазин даже только до живых. Где-то здесь Юля, подождите, Юля, Юля где-то. Да, да, вот правда, честное слово, иду в магазине где-то, и вот поворачиваться там за продуктом где-то. Ой, а мы тебя по голосу узнали, ты же Юля. И прям как-то я так думаю, как так вообще в кепке там. То есть, ну, с одной стороны, ты приятно, с другой стороны, наверное, есть что-то такое особенное в голосе. Конечно, неповторимое. Есть какие-то свои определенные у каждого человека. В общем, сейчас все прекрасно. Я работаю, я пою в моем тембре, в котором я могу, и я сейчас вот прям в полна сил, энергии, эмоций хочу что-то прям вот делать. Ты, конечно, невероятная умница. Ты такой поток энергии, ты такой настоящий пример для миллионов людей по всему миру. Спасибо, спасибо большое. Ну, правда, очень много проблем, да, со здоровьем были. Такие страшные диагнозы, как рак, и тем не менее, изменился голос полностью. Там сложная операция, но принять себя и пойти дальше с еще более широкой, красивой улыбкой. Знаете, что я хочу вам сказать, что неважно, какие мы проходим каждые трудности в жизни, да, все равно дальше следующая дверь, которую мы должны даже обязаны открывать. Потому что жизнь на этом не заканчивается, все хотят жить. Все. И самое главное, действительно, беречь свое здоровье, свои эмоции, не нервничать из-за пустяков. Я вообще считаю, что все, большинство, да, все врачи про это говорят, все болезни, все от нервов. Поэтому мы должны как-то стараться. Можно впустить это на 2-3-5 минут, понервничать и выбросить это. Как-то надо стараться вот себя, в жизни очень много хорошего и плохого, и плохого еще будет по жизни. Как-то мы должны вот учиться все это от себя отодвигать и радоваться тому, что есть сегодня и сейчас. Ты сама научилась, Юлечка, или это кто-то подсказал? Ну, конечно, через какой-то опыт жизни, конечно же, через какие-то страдания и переживания, естественно, я поняла о том, что как-то жизнь дальше продолжается. Надо просто расставить в жизни приоритеты. Дети, родители, семья. Это самое главное. Потом твоя карьера. Как-то вот расставить вот эти вот, определиться в своем пути и идти вперед, не сворачивая. Не важно, кто тебя там пытается, что тебе сказать, гадости, какие тебе люди попадаются. Это вообще не имеет значения. У тебя есть путь, через который ты идешь. Все. Все остальное ты должна научиться вот от себя отбрасывать и отметать. Не вселять в себя вот это зло. Не нужно этого делать. Юлечка. Я очень надеюсь, что многие сейчас послушали, кто-то для себя в очередной раз это принял, наверное, да, вот как-то такую мантру, с которой надо идти по жизни. Потому что это настоящий пример. Юль, как ты работаешь, мы знаем. Как ты любишь отдыхать? Расскажи. Лето все-таки на дворе. Вообще по-разному. У нас такое, конечно, лето. От этого еще интереснее. Вчера было лето, ребята. Единственное, а сегодня что-то опять уже тучи там все заволокло. По-разному. Все зависит от того, с кем я отдыхаю. То есть если это дети, то понятно, что это море. Это никаких экскурсий, потому что детям как бы не нужно это никаких там замков, музеев и так далее. Карфаген не смотрит пока, да. Море, солнце, на машине покататься. Если это друзья, то, естественно, там можно и попутешествовать, походить где-то, погулять, какие-то исторические места где-то в Европе полететь. С любимым человеком это тоже какие-нибудь там уединенные, скажем, места. То есть абсолютно все по-разному. Но, конечно же, я люблю все-таки море и солнце, потому что там многие ездят на лыжах катаются, там многие ездят. Я не люблю зимние виды. Страны, которые ты обожаешь. Ну, например, три страны назови. Ой, да я много что люблю. Я люблю Европу. Ром, ты сейчас Юлю ставишь на ловку положительного, что столько страны ее сейчас смотрят, и она должна, конечно, их все тогда назвать. Нет, нет, я очень много что люблю. Я люблю очень Азию, Японию, Китай. Я люблю Америку, мне нравится. Я люблю Европу, Париж, Италию, Германию, Испанию. Мне кажется, что вот в каждой стране невозможно где-то вот острова. То есть это вот где-то своя природа красивая, где-то вот исторические места. Москва, конечно, я здесь родилась. Это мой родной город, и где бы я ни находилась, в какой части, все равно я скучаю. По этим улицам. У меня здесь мама, папа, бабушки, родственники. Была ли ты на Камчатке, скажи? Была. Петропавловск, Камчатка, конечно. Где мы только с Леной не были, когда мы гастролировали. Да, это, конечно, чудо. Я думаю, что и стран практически не осталось-то, где вы не были. Есть, конечно, остались, но... Кстати, очень люблю Латинскую Америку, люблю Мексику, Аргентину. Мы прерываемся совсем ненадолго и очень-очень-очень скоро вернемся. Продолжим общаться с Юлией Волковой. Если у вас есть вопросы, наверняка, и спешите. Живите долго и счастливо, слушайте и смотрите хорошую музыку. Дорогие друзья, добро пожаловать в эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Юлия Волкова сегодня у нас в гостях. Мы вас зазываем на Юлин концерт. 14 июля, Корстон Мюзик Холл. Да, в 10 часов вечера, друзья. Так что планируйте уже как-то свой день заранее. Закажите билетики, чтобы спокойно отправиться и потрясающе провести этот вечер. Потому что Юля сказала, вот крайний был концерт год назад. Следующий мы, конечно, будем ждать, может быть, там осенью и зимой. Кстати, зовите Юлю в свой город, да? Не факт, потому что Юля погрузится. Меня сейчас только зовут вообще, я прям читаю, вообще все аж обрывается. Не знаешь, куда к первому залететь. Значит, уже Юле насоветовали петь джаз. Да, сказали, что такая джазовая хрипотца. Ну это, кстати, действительно, вот правда. Юль, никогда не задумывалась об этом? Никогда не задумывалась об этом. Ну может быть, я какой-нибудь эксперимент буду. Можно с одной начать, с какой-то парочкой. Можно что-нибудь такое, да, придумать. В караоке это у тебя бывает? Заходишь, поешь? Любила раньше быть, когда вот с голосом не было проблем. Ой, вообще там по пять часов, по пять часов выпивала. Что ты на сто баллов пела? Ну, кроме репертуара Тату, да. Тату, кстати, никогда не пела. Не пела, да? Не люблю петь свои песни, да, в караоке. Да разные абсолютно. Все то, что поют. И какие-то западные. И Бутни Хьюстон пела, и Майкл Джексона пела. И Стинга пела, и из русских что-то пела. И Олегрову пела? Пела, конечно. Отлично. И императрицу? Ну, конечно, ну а как же без этого? И Баингу пела, ну а как же? И Любу Успенскую пела. Отлично, отлично. Что ты слушаешь, скажи, вот как беломат? Это абсолютно разное. Начиная от западных, могу послушать. Стинг мне нравится, Брейн Адамс мне нравится, Куин мне нравится, Бейонс мне нравится, Рианна мне нравится, Дубикенд мне нравится, Эджеран мне нравится. Вот все новинки, которые и русские, и так же, какие-то даже шансоны исполнителям мне нравятся. Потому что если музыка хорошая, то она хорошая, то песня, то она хорошая. Могу классику послушать, вот Бетховена, Моцарта, Баха. Просто иногда вот ты лежишь, хочется, отлично от всего мысли. И вот хочется что-то такое вот спокойное. Юль, ты вот там рассказала, что ты очень хотела спеть в дуэте, ну как-то посотрудничать с Майклом Джексоном. Ну, к сожалению, уже это не случилось. Хотя могло, могло. Просто как-то не сложились звезды, сто процентов. А на сегодняшний день есть такие артисты, может быть, которых ты рассматриваешь? Не думаю о дуэтех сейчас, потому что очень много лет тоже было, да, в дуэте. И как-то сейчас мне все-таки хочется о себе заявить как сольному исполнителю. Хотя я знаю, что это сейчас тоже все эти коллаборации, это все, причем такие параллели, там шансон с поп-музыкой, то есть какие-то... Может быть, конечно, что-нибудь и сделаю. Но сейчас пока мне хочется как-то больше сольно существовать. Как ты себя песни, ты сама отбираешь, скажи, вот только ты принимаешь решение? Ну, конечно, ну, конечно. Или ты можешь прислушаться, что это будет водно? Могу прислушаться, конечно, могу прислушаться. И у нас команда, кто работает, и мы сидим, как-то все советуемся, и музыканты, и те, кто пишет музыку. Но как-то вот по душе, наверное, я сама все-таки определяюсь. Могу, не смогу, чувствую я. И чувствую, как я себя буду в этом чувствовать, в этой музыке, в этом спеть, спою. А вот как я буду себя вот вести, как у меня будет внутренняя жизнь этой песни со мной, вот в гармонии, это всегда очень важно для артиста, да. Юлечка, как предложить тебе музыку, например, стихи, творческие люди, например, сейчас смотрят нас, и думают, куда же написать так? Ну, есть сайт, во-первых, сайт мой, да. Есть телефон директора, пиарщика, можно присылать к ним на почту все это, вот, собственно. Много приходит вообще? Очень много. Да, конечно. Безумное количество, очень много. И многое даже не успеваем просто прослушать. Чтобы попасть на прослушивание, что необходимо сделать? Написать красивый заголовок в письме или как в кого-то? Да, написать красивую песню. Красивую песню. Прямо красивую. Дорогие творцы, делайте. Не отчаиваться, если не ответили, потом еще и еще и еще отправлять. Юль, скажи, пожалуйста, какой ты костюм-то оригинальный готовишь? Готовлю, да. Работаю сейчас как раз над этим. Сценография будет шикарной, мы не сомневаемся, но и желаем тебе, чтобы концерт прошел на ура. Спасибо. Приходите обязательно на концерт, вы тоже приходите обязательно. Приходите все 14 июля, ребята, всех жду. Что пожелаешь нашим зрителям, слушателям вот этим не самым солнечным летом? Просто ты самый солнечный человек. Несмотря на не солнечную погоду и не на очень теплое лето, все равно я всем желаю улыбок в душе и радости, потому что вокруг полно зелени, все зеленое, все равно все красиво. Когда нет снега и нет холода, идти всегда вперед, ставить перед собой цель и добиваться этого. Всегда у любого человека должна быть поставлена перед собой цель. Какая-то вот стимул, который нас должен толкать вперед. Не опускайте руки никогда, будьте счастливы, чтобы, если есть семья, то беречь это все, деток. И просто жить радоваться сегодня и сейчас. Да, Юля, многие сейчас тебя слушают, смотрят, говорят, да, конечно, да, но просто лето такое в этом году. Ты же знаешь, это же просто болезнь какая-то, депрессия, или это погода. Ну да, мне нравится погода, ну и что, но жизнь на этом не останавливается. Вот я сегодня с вами, у многих какая-то своя суета событий, рутина, работа, дети. Всегда можно себя чем-то занять, не обязательно же, чтобы прям всегда светило солнце. Можно лечь и почитать хорошую книгу, например. Послушать классную музыку, почитать книжку, посмотреть какое-нибудь клевое кино, сходить с друзьями. Любишь кино ходить в театр? Кино не очень люблю, все-таки лучше дома на кровати все это делать. Потому что кино бывает, вот такой облом, приходишь смотреть фильм и понимаешь, что такой фильм какой-то не очень. Два часа просто вот убило время. Театр люблю, но очень редко получается ходить, потому что очень много, опять же, всего вокруг происходит. А послушать какую-нибудь хорошую музыку и как-то вот себя что-то почитать, да, могу. Готовить, да, любишь? Ты же деткам готовишь? Не особо я люблю готовить, вот честно скажу. Завтраки, да, яичницы, омлеты, каши. А вот что-то такое тяжелое, там уже вот супы, подливки всякие, вот такое, не очень люблю готовить. Ну а что будет так в твоих самых любимых в твоем исполнении? Каша. Каша. Слушай, ну каша очень полезное блюдо, мне кажется. Очень, да, я на завтрак всегда ем кашу, блинчики могу сделать. Кстати, несколько лайфхаков по диете, может быть, девчонкам, которые смотрят тебя летом. Слушайте, самое главное, правильное питание, вот это не значит о том, что надо прекратить вообще есть, когда вы худеете. Питание должно быть дробное, 4-5 раз в день, но мелкими порциями. Углеводы тоже могут быть, хотя я, конечно, стараюсь без хлеба, без макарон, без картошки, то есть больше белок. Хотя я дикая сладкоежка, вот я признаюсь. Это прям мое зло, прям торт, булки. Горький шоколад. Вообще не могу, я прям вот это твое, я понимаю, что это нельзя, но это нужно. Юлочка, спасибо тебе огромное. К сожалению, не хотим, но нужно, у нас эфирное время завершается. Спасибо вам. Юля Волкова, спасибо тебе огромное. 14 июля, отправляйтесь обязательно все в Корстон Мьюзик Холл на сольный концерт Юли. Юль, мы тебя всегда невероятно рады. Ждем тебя снова с живым концертом в нашей студии. Обязательно, обязательно. И ждем пластинку осенью. Класс. Спасибо, пока-пока. Пока.